Больной ребенок для любой семьи всегда большая проблема, особенно если малыш не может полноценно развиваться. Насколько непростая эта ситуация, знают в Брестском центре медицинской реабилитации «Тонус», где помощь получают дети, имеющие психоневрологические заболевания. Для каждого из ребят любой, даже самый маленький шаг вперед – значительный успех. Поэтому все передовые методики и новинки здесь осваивают в числе первых. Когда представители общественного объединения «Брестский союз предпринимателей и содействия» обратились к медикам центра с предложением внедрить на своей базе канистерапию, идея была поддержана. Так родился белорусско-украинский проект, реализующийся при поддержке Евросоюза. Есть общественные организации, которые такую процедуру предлагают, проводят. «Красный крест» активно в этом направлении двигается. Есть общественные организации мам воспитывающих детей инвалидов, которые тоже в Минске занимаются. Но это все-таки, когда это процедура в государственной организации медицинской, которая направлена на реабилитацию, и она в комплексе проводится с другими методами, мы рассчитываем, конечно, на то, что эффективность вообще комплекса реабилитации увеличится от этого. Канистерапия или лечебная кинология – нетрадиционная психотерапевтическая методика лечения и реабилитации. Однако медики разных стран давно говорят о ее эффективности при таких сложных диагнозах, как аутизм, неврозы, задержки развития. Для работы в Бресте специальная комиссия отобрала несколько животных. Дополнительное обучение проходят в эти дни доктора центра. Промежуточные итоги были озвучены в рамках пресс-конференции. Цель и задача наша в основном была, что создать условия и подготовить специалистов. Что такое условия создать? Значит, необходимо, что помещение. Вот как раз в этом реабилитационном центре у нас есть помещение сейчас, в котором мы непосредственно будем проводить эти занятия. Для того, чтобы проводить эти занятия, нужны специалисты, которые подготовить. Мы их подготовили практически. Значит, этот проект распространяется на две области нашей республики. Это на Комельскую и, соответственно, на Брестскую. Вот с Брестской три специалиста ездили, два врача и кинолог. То же самое и с Гомельской областью. Итого, у нас шесть человек, команда, которая ездила обучаться регулярно в Луцк. Возможно, уже в начале будущего года опыт канистерапии будет опробован в областном центре. И пусть это доброе начинание подарит больным малышам и их родителям веру в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин